здравствуйте 9 ноября 2016 года канала подготовка программа плохие новости в студии я сергей окунев и в общем то всех рад вас приветствовать до классическое время мы сегодня опять как всегда пунктуальны как всегда обращаясь к вам с вопросами все ли хорошо слышно ли меня видно ли меня ну и конечно основная новость которую я не могу не сегодня не озвучить который не могу не начать закончились выборы президента сша да мы об этом сегодня в общем то слышали из каждого утюга что называется и победил дональд трамп вопреки всем прогнозам вопреки общем то всем аналитикам я так понимаю люди которые поставили на трампа достаточно большие деньги такие люди есть в америке они сейчас общем то очень даже этим рады тем что не поддались общественного мнения не поддались социальным опросам мнением экспертов и так далее но я наверно подробно трампе говорить не буду и вообще о процессе выборов во первых я понял что очень большое количество людей не знает как проходит в россии имеют как проходят выборы в америке не понимают почему больше больше голосов заработала клинтон а президентом стал трамп в общем то не знают именно процесса да вот этого голосования он естественно отличается от российского ну вы можете погуглить поискать есть множество видео объясняющих есть множество в общем-то текстов как проходят выборы в америке но мы не в америке с вами живем поэтому давайте сегодня поговорим о россии и как всегда региональных новостях для этого в общем то я перед вами каждый вечер и появляюсь в 1800 да ну конечно в первую очередь есть уж мы говорим про трампа то нужно объяснить какой ажиотаж новость о том что трамп президент америки вызвала в россии ажиотаж очень серьезный и в первую очередь он связан с тем что в общем то теперь во первых власть резко кардинально до должна вот этот штурвал штурвал давать в другую сторону и каким то образом менять свою политику да потому что естественно мы понимаем что трамп очень педалировался со стороны российских сми да то есть ажиотаж был очень большой что трамп всех победит но ставка была на том что трамп именно проиграет это очевидно и победа трампа которая сегодня все-таки стала неожиданностью не для ком для всех да она в общем-то неожиданно в том числе и для российских властей это очевидно и вот из-за этого мы видим такие противоречивые новости вот я сейчас вам их зачитаю в красноярском зоопарке белому медведю скормят голову трампа но вот сегодня мы видели уже много фотографий с автомобилями трамп чмо да то есть это такая универсальная наклейка кто-то открепил верхнюю часть обама и налепил трамп но наверное разорились больше всего компании которые выпустили уже наклейки клинтон чмо да теперь вот они уж точно разорились но и вот знаете вот в чате пишут тоже хочу вам напомнить надо было с этого наверное начать хочу вам напомнить о том как проходили последние выборы до вот этих вот выборов которые вчера были предыдущие выборы да когда именно избирался как раз таки барак обама в первый раз первый раз да уж потом переизбирался в первый раз когда избирался обама если вы помните то обама тоже педалировался со стороны российских сми и тоже говорили о том что он сторонник там сближение с россией и путин в общем-то достаточно хвалебно о нем высказывался его противник в общем-то его тоже также называли русофобом дата там угроза ядерной войны и так далее может быть не настолько это активно было как в эту избирательную кампанию данную россия тогда все-таки было немножко другим государством нежели сейчас поэтому все эти под свиоты до которые там радуются что трамп победил но мы посмотрим как через несколько месяцев выяснится что теперь трамп у нас в подъездах до вместо обломы на вот посмотрим как будет развиваться событие как будет в общем-то ситуация с трампом и с его президентством влиять на жизнь россии но и вот говорили о том что в общем то если выиграет клинтон то ничего хорошего для россии не будет да но от выиграл трамп что что хорошего из этой ситуации для россии складывается но не знаю тоже под большим вопросом это вот госдума заподозрила трампа в предательстве россии об этом заявил глава комитета по международным делам леонид целуцкий и вот леонид слуцкий мы сейчас точно тоже не завидую и они сутки может сейчас пойти торговать наклейками трамп чмо потому что в парламенте него будут очень серьезные проблемы а знаете почему потому что как вы уже наверняка знаете вячеслав викторович володин высказался в поддержку так или иначе трампа и сказал что в общем-то избрание трампа может положительно влиять на сближение россии и сша то есть володин такую ноту доброй воли такую отправил туда до таким заявлением и это действительно скорее всего искренние заявления с его стороны а вот его непосредственной подчиненной скажем так он зачем-то начал там огрызаться на трампа конечно это несогласованности несогласованность как раз связано с тем что никто этого не ожидал не было инструктажа что делать если выиграет трамп вот парадокс да то есть шанс это у трампа были достаточно большие но давайте говорить очевидные вещи клинтон там ну не 70 процентов у нее не 80 да то есть там всегда разница в один два три процента то есть шансы у трампа были большие они даже не удосужились в общем-то дать какие-то инструкции на случай если трамп выиграть настолько они были уверены в победе клинтон хотя везде говорили о том что победит трамп вот такая сложная система я надеюсь вы поняли о чем я говорю а вот лдпр тоже что называется суета до лдпр угостит госдуму шампанским в честь победы трампа то есть в то время как значит зоопарках медведям скарбливают голову трампа значит его называют предателем россии в то же время говорят о том что это будет там сближение россии сша и он такой президент мира лдпр его там шампанским будет поить всех депутатов в честь победы на общем-то это как раз говорит о том что нету согласованности таким образом я в общем-то тему с трампом на сегодня закончу я думаю что все уже замучились читать все эти новости мнение экспертов на тему трампа и на тему вообще выборов в америке давайте поговорим про россию но начну с видео и давайте наверно по отвечаю сначала на ваши вопросы по традиции а то я сейчас как начал без ваших вопросов так ну давайте во первых вот вопросы я вам уже говорил о том что оставляйте свои вопросы где они вот они оставлять свои вопросы под видео да то есть вот сегодняшний эфир закончится там будут открыты комментарии через некоторое время после окончания прямого эфира не люди которые смотрят нас записи таких людей большинству и люди которые нас смотрят в онлайне вы можете потом заходить оставлять там свои вопросы я их выведу на экран и в общем-то на них отвечу сегодня вопрос у нас всего один это не хорошо поэтому давайте завтра исправимся вот вопрос следующий даже не вопрос реплика дмитрий туманов нам пишет я хочу помочь делу вячеслава вячеславович для этого создал группу там инструктаж и подготовка поэтому 11 17 в правовом поле что делать если тебя задержали на митинге в информационном как обойти блокировку и так далее эта группа для убежденных сторонников мальцева поэтому в ней не будет агитации но зато там будет полезная информация вроде как курсы посмотрите пожалуйста что это за группа если несложно подпишитесь я увидел эту группу еще до того как вы оставили этот комментарий достаточно интересная группа действительно в ней есть важная полезная информация не только какие-то смешные картиночки да там про трампа но еще что-то более полезное поэтому нашим соратникам всем советую заходите подписывайтесь поддержите начинание нашего сторонника и там действительно есть важная полезная информация трамп это жесть но вы хотите сказать клинтон это не жесть тут подвисает четко это плохо не должна вообще это говоря так ну давайте тогда я объясню почему у нас сегодня так называется выпуск вот мы проводим выпуск уже не первый в нашем на доме народов да мы его так назвали в поселке лохина одинцовского района московской области на улице родниковая 22 во первых приглашаем наших соратников в гости предварительно позвонив по номеру телефона который в общем то мы оставляем в каждой трансляции это во первых во вторых у нас здесь было несколько дней назад открытие этого дома здесь было множество людей и медийных таких как там истархов ну и не только да то есть множество достаточно известных людей и в общем то были люди обычные наши старания сара соратники сторонники зрители наверняка кто-нибудь из тех кто был на открытие нас смотрят привет вам отдельный и в общем то появилось видео от нашего сторонника который в общем то благо не обременил авторским правом и разрешил его вам показать в прямом эфире вот вы говорите где там прямые включения видео вот вам пожалуйста видео с открытия я думаю кому нибудь будет интересно она достаточно длинная но не очень длинная там минут пять или может быть больше но я думаю вам она будет интересно поэтому я с вами на пять минут прощаюсь и напишите пожалуйста есть ли звук у этого видео все ли хорошо вы видите я а я я я я Революция достоинства. Создавайте, ура! Ура! Это я хочу тебе боевой плакат поручить. Да. Он прямо с пикетом. С этим плакатом я его хожу каждую субботу. Пусть он будет в Доме оппозиции. Да, я поддерживаю. Будет ли это 5-го числа или какого-то другого, не столь важно. Важно то, чтобы люди зажглись идеей демократической революции. Важно, чтобы делались ячейки, они росли количественно. И с тем, чтобы мы смели эту власть. Когда это будет? 5-го числа, 11-го месяца или 17-го года? Ну, не будем загадывать. Будем работать. Ну, я грузин, Александр Иванович. Депутатствую. В маленькой думке, в хорошем дневнике, муниципальный депутат. Издаю газетку «Русский выбор» такого православного национального содержания. Трудно, конечно, но издаю. С Божьей помощью помогают люди на частные пожертвования. Она издается, по ящичкам разносим. Тираж невелик, 20 тысяч. Но, тем не менее, по 4 квартала мы окучиваем. По почтовым ящикам раз в 2 месяца. Ну, как-то так. Почему я здесь, наверное, вас интересую? Ну, общие слова за державу обидно, наверное, каждый вам говорил, да? А почему и здесь, а не где-то? Я, знаете, все-таки родом из донских казаков. Еще мой дедушка был в конвое, и я императорского величества. Императрица. Потом Брусиловский прорыв. Потом бегство серой скотинки с фронта. Казаки, как известно, не побежали. Они остались в Галиции. Именно поэтому они составили костяк армии Петлюра. Дед воевал потом за Петлюру. Булгаков, помните фильм «Бег»? Вот дед был с другой стороны фронта. Он брал Киев, выгоняя оттуда германца. Ни большевики, ни кто-то. Именно Петлюра выгонял германца из Киева. Это правда. А сейчас, ну, вы же прекрасно понимаете, что больше, наверное, негде. Сейчас настолько политическое поле зачищено. Главный революционер-то это не Мальцев, и уж тем более не Окунев, и не все здесь собравшиеся. Да, то есть мы как-то вот, как какой-то, я не знаю, фрегат, да, подняли паруса и ловим ветер, и на этом ветре мы куда-то идем. Вот можно сказать, что фрегат, он как-то вот пробивает какие-то непроходимые преграды. Да нет, он просто вот в эту струю, он под нее подстраивается. Да, это тоже нужно уметь направляться и идти, в общем-то, к цели. Поэтому все, мы каждое утро просыпаемся, открываем эти новостные сводки, да, читаем очередной идиотский закон, который либо принят, либо будет принят, и понимаем, что вот он, новый поток ветра, на который мы можем, в общем-то, поднять новый парус, и их все больше, наш фрегат все сильнее и все быстрее плывет к цели. Поэтому нам очень хорошо помогают главные революционеры, которые у нас сидят в Кремле, а не в этом доме. Надо дать секундочку. Ну, просто положение. Чуть-то, когда подвинешь, там, можно было. Мофе, здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня 5-е, 11-е 2016 года, 5-е ноября 2016 года, до новой исторической эпохи у нас остался ровно год, а может быть и меньше. Мы скажем номер сайта, мы открываем новый сайт, то есть у нас, в общем-то, много новшеств всяких, и мы собрали предложения от огромного количества людей, то есть политическая, проект политической программы есть, там многие вещи, конечно, есть спорные, почему, то есть основные тезисы там я, безусловно, поддерживаю сам, но некоторые тезисы включили мы те, с которыми к нам обращались более чем 10 человек одновременно, вот 10 человек написали одно и то же, и мы включили это для того, чтобы рассматривать, для того, чтобы проект был всенародным. Как говорил Остап Бендер, вы не в церкви, вас не обманут, тем более, что если вы думаете, что вот все революционное движение в одном Мальцеве, да, оно сосредоточено в России, то вы сильно заблуждаетесь, очень сильно заблуждаетесь, не надо идеализировать ни Мальцева, ни кого другого. Это уже вождизм некий получается, поэтому, во-первых, не бойтесь, это первое, ну, как говорят, не это, не верь, не бойся, не проси, да, вот, поэтому самое главное, то есть включите мозги, постарайтесь сами анализировать, не бойтесь и не ждите ни от кого ничего хорошего, да, то есть не ждать, а готовиться, вот наш принцип. Так что и вы тоже, либералы, готовьтесь, и я думаю, что у нас общие цели, общие задачи, мы союзники, и, в общем-то, в будущих каких-то баталиях мы на одной стороне. И надо понять, вот, и вам, и нам, что независимо от того, хочет ли это Мальцев, хотите или не хотите этого, это все равно случится. Ну, это историческое развитие общества, посмотрите, сейчас мир вступает в Россию, в частности, в новую экономическую формацию, и что же вы думаете, это вступление в новую экономическую формацию пройдет безболезненно? Конечно, нет. Никогда в России не проходило это безболезненно, всегда это сопряжено, ну, и с высоким уровнем насилия, поэтому, я говорю, независимо от того, хотим мы это или не хотим, это случится. Готовы? Все, все готовы? Готовы! Раз, два, забир! Все, успокоим! Так, сходи! Ууууууууу! Такие дела. В общем-то, очень хорошее видео. Спасибо нашему соратнику, который его снял, выложил, разрешил нам его использовать без авторских прав. Большое спасибо. Я надеюсь, что в дальнейшем мы будем снимать такие же ролики о нашей жизни здесь, о каких-то тех или иных мероприятиях, которые мы проводим и будем вам обязательно показывать в моей передаче. Я думаю, это будет интересно всем, ну и мне в первую очередь, наверное, в том числе, скажем так. Да, тут вот спрашивают, ну не спрашивают, понятно, что люди глумятся, но как бы не надо, скажем так, лишковать. Не надо лишковать. Мальцев ничего не обещал в случае, если Трамп победит. Да, то есть я над ним прикольнулся и сказал, что станцует ли он Хаку в случае, если победит Трамп. Он сказал, ну ты, Сережа, и гад, все. То есть он не сказал, да или нет. Естественно, я это сказал в шутку, естественно, я как бы... У меня никаких претензий к Мальцеву нет. Естественно, он Хаку танцевать не должен, но он мне этого не обещал. И вам этого не обещал. В общем-то, это было в прямом эфире, можете посмотреть. Так, ну давайте вернемся все-таки в Россию и вернемся в сегодняшний день, потому что видео было уже несколько дней назад. Наверное, происходящее на видео было уже аж 4 дня назад, как быстро бежит время. А вот в Выборожском районе Петербурга светофор почистили от рекламы с помощью программы Paint. Ну вот мы долго, в общем-то, рассказывали о случаях, когда с помощью фотошопа, да, там чинят дороги. И даже я в своей программе рассказывал, как чинят дороги с помощью фотошопа. А вот теперь столб. Ну вот на фотошоп, видимо, денег не хватило. Ну, вернее, не смогли скачать эту крякнутую версию, да, поэтому пришлось использовать Paint. Вот так выглядит этот столб. Отчитались о том, что, в общем-то, его почистили, да. Во-первых, у меня вопрос, кто и перед кем отчитывается за очищенный столб. То есть они, в смысле, по каждому столбу отправляют сообщение. Это вот какая-то тоже интересная, романтическая история. Да, вот со Стелла «Я люблю Саратов» на смотровой площадке украли сердце. У Саратова украли сердце, можно так сказать. Но на самом деле у Саратова давно украли мозг, конечно, это понятно. Но вот я вам сейчас покажу, как выглядит Стелла «Я люблю Саратов». Выглядит она вот так. Вернее, так она выглядела, когда ее установили. Когда ее установили, выглядела она следующим образом. А теперь выглядит она вот так. То есть мы видим, что сердце в центральной части экспозиции вырезали и украли, судя по всему. Ну, либо разбили, либо украли. И вот еще одна такая же Стелла. Так нет, вот так она выглядит. Это уже в другом месте. Здесь, как видно, сердце на месте, но ее тоже, в общем-то, изрядно побили. Да, но сразу вспоминается история о том, как у нас пытались украсть голову Петра Первого. Причем история очень романтическая. Вот я даже себе записал голова Петра Первого. У нас на Сколовой горе, там, где хотят поставить памятник Сталину, если вы смотрели вчерашний выпуск и Путину, там на Сколовой горе у нас есть памятник, значит, воинам России, как-то героям России, как-то так. И там бюсты стоят, полководцев, командиров, там, и суворов, и кого там только нет. И в том числе есть там Петр Первый. И вот открыли эту, в общем-то, экспозицию в... Ну, пару лет назад, не помню, в каком-то был году, пару лет назад, может быть, три года назад. И практически сразу, как только ее украли, там, в общем-то, как только ее открыли, вот видите, я как оговорился, как только ее открыли, трое мужчин, изрядно выпивших, украли оттуда голову Петра Первого. То есть бюст Петра Первого, я не знаю, почему ему понравился именно Петр Первый, они сняли с постамента голову и, в общем-то, унесли в частный сектор. Там недалеко есть частный сектор, а потом пытались, в общем-то, эту голову сдать в ломбард. И ломбардист, или как его назвать, продавец ломбарда, скажем так, он сотрудник ломбарда, он позвонил, естественно, в полицию, потому что нафиг ему эта голова была нужна Петра Первого. Вот, и, в общем-то, полиция приехала, этих молодых людей попытались задержать, но они попытались убежать, причем добычу свою они не хотели бросать. И с головой Петра Первого пытались убежать, но надо понимать, что она очень большая, то есть я вообще не понимаю, как они ее с постамента сняли и дотащили. А тут они попытались еще с ней убежать, в общем, их, естественно, задержали. Причем мне наутро звонит, ну, там, один товарищ, который участвовал в их задержании, я тогда работал с журналистом, он говорит, «Хочешь, я тебе уникальную информацию предоставлю». Я говорю, ну, давай, ты слышал про голову Петра Первого? И я говорю, какого голову Петра Первого? Ну, на Соколовой горе сегодня голову Петра Первого. Я не пойму, какой голый Петр Первый, о чем вообще речь? И только через несколько раз я понял, что про голову Петра Первого, но это было очень забавно. Я тогда, да, я помню, я один из первых, вообще чуть ли не единственный, об этом написал, забавная такая новость. Итак, губернатор Куйвышев решил судьбу экс-министра Алексея Пьянкова. Очень интересная тоже новость. В общем-то, заключается она в том, что вот этот Алексей Пьянков, это, в общем-то, бывший министр, который оказался в центре скандала с выкупом собственности вокруг центрального стадиона. И, в общем-то, скандал был очень серьезный, вплоть до того, что его посадили в СИЗО, возбудили уголовное дело. Он, в общем-то, был исполняющий обязанности главы министерства. И его посадили в СИЗО, после чего выпустили под домашний арест, а сейчас выпустили вообще под залог в 2 миллиона. И, в общем-то, губернатора это нисколько не смутило. Человек находится под, в общем-то, в отношении него возбуждено уголовное дело. Он находится под залогом, да, то есть практически не так давно находился под арестом. И его назначают на должность, которая также связана с имуществом. Очень хорошо. И причем мне нравится комментарий губернатора. Комментарий звучит следующим образом. Вся работа ему известна. Но мы не сомневаемся, что на том посту, на котором он будет находиться, в общем-то, Пьянков будет заниматься тем же самым. Его подозревают в получении взятки за выкуп здания по завышенной цене. Но классическая история. С 14-го года она тянется. И, в общем-то, очень долго там не могут это определить. Сначала он в СИЗО посидел, правда, недолго. Потом под домашним арестом. А сейчас, в общем-то, возвращается на работу, несмотря на то, что уголовное дело вот него в отношении него, в общем-то. никто не закрывал. Ой, ну все так обрадовались, так обомал Мальцев лже-пророк. Парадоксально. Хотя нет, совсем не парадоксально. В Омске чиновника, обвиняемого в растрате 100 миллионов на Красногорском гидроузле, амнистировали. Тоже интересная новость. Но она, опять же, длится эта новость с 11-12 года. Там было следствие и, в общем-то, бывший директор управления заказчика по строительству объектов Омского гидроузла, ветеран войны в Афганистане. Зовут его Павел Сафронов. Да, Павел Сафронов, в общем-то, был признан виновным, я так понимаю, в... Да, был признан виновным и, в общем-то, попал под амнистию. Но вот я думаю, что в скором времени, по аналогии с предыдущей новостью, его тоже восстановят в той же самой должности, и он продолжит, в общем-то, заниматься своей работой. Работа у таких людей, как правило, воровать наши с вами деньги. Они с этой работой очень, кстати, креативно и качественно справляются. Да, вот отменен указ в уголовном деле об уборке дворниками листвы во флаг России. Мы помним эту историю из Волгограда. Там дворники сметали листья в флаг, перевернутый флаг России, да, то есть, когда им сделали замечание, они сказали, что это не флаг России, потому что он перевернут. Там уволили начальницу этих дворников, что для меня стало вообще не особо понятным. Я не думаю, что начальница дала им команду собирать листья во флаг России. А, в общем-то, уголовное дело в отношении них не было возбуждено, но что логично, потому что это совсем уж глупость. Естественно, не надо собирать листву. Я не призываю наших соратников собирать листву во флаг России или в какие-либо другие флаги. Но, в общем-то, естественно, сажать за это человека не надо. Да, вот сейчас прокуратура отменила отказ от дела полиции в возбуждении уголовного дела. То есть, это не говорит о том, что в отношении них будет возбуждено дело, но, тем не менее, был отказ в возбуждении, теперь этого отказа нет. То есть, в общем-то, им нужно, пора занервничать, пора занервничать. Будем следить за этой историей. Очень интересно, если в отношении них все-таки возбудят какое-то дело, посадят их, и они будут собирать листву уже, в общем-то, на территории исправительного учреждения. Наверное, все в тот же флаг России. Почему перестал матюкаться, запретил кто-то? Никто не запрещал, просто как-то нет повода, как появится обязательно. Я немецкий, Москаль, немецкий, почему немецкий? Вот очень интересная новость, которая меня очень заделана. Координатор открытой России в Чувашии заверил административное дело за перепост фотографии Милонова. Новость действительно парадоксальная, и новость такая, с продолжением, я вам сразу скажу. В общем-то, Семенов, Дмитрий Семенов, завод координатора открытой России в Чувашии. Его вызвали в полицию из-за перепоста фотографии Виталия Милонова. Там, в общем-то, новоиспеченный депутат Государственной Думы в футболке с надписью «Православие или смерть». И вот эта фотография была размещена аж в 2014 году, и вот спустя два года ее кто-то откопал. Завели административное дело по статье 20.29. Производство и распространение экстремических материалов в отношении меня возбуждали несколько таких производств. Ни одно из них, в общем-то, ни к чему не привело. И в отношении моих товарищей тоже возбуждались такие административные производства. Парадокс заключается в том, что у полицейских нет никаких вопросов к Милонову, который, я напомню, что фотография 2014 года, в 2010 году Черемушкинский суд Москвы признал лозунг «Православие или смерть» запрещенным, экстремистским. И таким образом Виталий Милонов по их логике, по их идиотским законам, в общем-то, тоже также является экстремистом, да, то есть он также в этой футболке, в общем-то, этот лозунг разместил. В чем различие с юридической точки зрения размещения картинки в интернете или нанесения этой картинки на футболку? Но за плакаты же там у нас штрафуют, правильно? Вот это тот же самый плакат, только на футболке. Продолжение этой истории очень романтичное, с моей точки зрения, я вам обещаю, вот вы говорите, вы там только языком трепать умеете, я вам обещаю, что если в отношении Дмитрия Семенова, значит, административное производство будет удовлетворено, то есть если он получит штраф или административное заключение, то я лично подам в, ну вот я не знаю, в Чувашский суд не обещаю, но в Московский суд подам иск о привлечении Виталия Милонова, депутата Государственной Думы, к административной ответственности. Причем сейчас он депутат Государственной Думы, насколько я понимаю, тогда в 2014 году он не был депутатом Государственной Думы, то есть на него неприкосновенность не действует. Мы пообщаемся на эту тему с юристами, это очень интересная, мне кажется, тема, и посудиться с Милоновым было бы очень интересно, я думаю, и вам в том числе было бы интересно за этим понаблюдать. Абсолютно идиотская история Милонов, который футболку одел, он не экстремист, а человек, который выложил фотографию Милонову в этой футболке, он экстремист. Но это бред, и конечно, вот кто-то уже пишет нам, открытая Россия, это Ходорковского, у меня пофиг на Ходорковского, пофиг на открытую Россию, мне не пофиг на людей, потому что я понимаю, что если сейчас мы пропустим это, в общем-то, мимо глаз, то завтра и в отношении меня, в отношении кого-то из наших соратников возбудят такой уже, в общем-то, такие же материалы, да, и мы получим те же самые штрафы. Тот говорит о том, что кто-то подал в суд на Поклонску, не слышали пока в 21.00, если действительно так, обсудим. Представлял меня как, меня в смысле, как мужчину лет 35-40 по голосу, а теперь, когда увидел, приятно удивлен, все пишут, что у меня детский голос. Вы как-то договоритесь между собой. А вот мэрия Москвы выступила за повышение платы за парковку, в общем-то, до 230 рублей в час. Вот для меня всегда возникает такой, какой-то странный парадокс, я не знаю почему так происходит, но они почему-то все, вот обратите внимание, все повышения цен, все платоны, все капитальные ремонты, вот все эти мелкие повышения там на метро, на автобусе, на троллейбусе, платы за парковку, они все это делают одновременно. Зачем? То есть такое ощущение, что они как будто провоцируют людей, да, то есть они это могут сделать, там разбить на 2-3 месяца эти повышения, и люди бы забыли. Они за неделю резко повышают, мы повысим проезд в Питере, да, вот в Питере начали сбор подписей за, значит, за то, чтобы не поднимать проезд в питерском метро. Но я к петициям и к сборам подписей отношусь крайне скептически, как бы имею на это право, скажем так, да, никогда ни к чему петиции не приводят. Вы мне можете прислать уйму, в общем-то, как сказать, примеров, может быть не уйму, несколько примеров, где петиции к чему-то приводили, но я вам могу привести там в 10 раз больше примеров, где ни к чему не приводили. Особенно если речь идет о распределении бюджетных средств, о каких-то политических моментах, когда речь идет о том, что какая-нибудь бабушка, ей нужна коляска, и люди собирают подписи, и ей эту коляску организуют, это да, это может быть хорошо, это частный пример. Когда речь идет о том, что люди там подпишут там 100 тысяч, 200, 300, неважно, петицию за распределение бюджетных средств в Питере, то я думаю, что это не будет действовать. Почему это не будет действовать? Потому что если один раз власть прогнется, вот сейчас власть прогнется, и вот эта петиция с требованием сократить рост цены на проезд в метро, она действительно будет рассмотрена, и его не будут повышать. Это значит, что люди поймут, что они что-то вообще имеют какие-то права в этом Питере. В следующий раз они сделают еще одну петицию за отставку там, я не знаю, мэра, или какого-нибудь районного депутата. То есть людям нельзя, в этой стране, в путинской стране, людям нельзя давать даже думать, даже мысль о том, что у них есть право что-то менять и что-то решать. У вас есть выборы, да, там выборы, мы знаем, как проходит, вот там и решайте. Никакие петиции, никакие сборы подписей, в общем-то, ни к чему не помогают. Да, они могут вызывать информационную волну, и мы неоднократно такое наблюдали. В этом смысл, безусловно, есть, но для этого нужно там, я не знаю, сотни тысяч подписей. Вот за распуск сборной России, да, то есть любители попивать пивасик возле телевизора, они подписи с удовольствием поставят, и миллион подписей, и мутко там прокомментирует, и все, что хочешь. А если там какая-то, я не знаю, совершенно жуткая история про Эльдара Дадина, там сколько там было подписей? Ну, я думаю, что не миллион мне что-то подсказывает. При обрушении кровли на заводе в Екатеринбурге погибло три человека. Вот сейчас уже информация поступает, что четвертый, я так понимаю, человек погиб, 14 человек спаслись. Я сейчас подробнее об этом расскажу, но для начала покажу вам фотографии. Фотографии жуткие. Конечно, вот так выглядит этот завод. Вот рухнуло не просто кровля, как это говорят, а мы видим, что рухнула целая крыша, и рухнул, в общем-то, верхний этаж, да, то есть даже стены, часть стен свалились внутрь. Вот так вот выглядит это с другого ракурса. А вот так совсем жутко выглядит изнутри. Ну, не хотел бы я, конечно, оказаться на месте вот этого вот упавшего, я не знаю, что это, фрагмента, но, к сожалению, вот кому-то не повезло. Вот больше всего меня в этой истории интересует, ну, во-первых, обратим внимание, что я говорил, да, что и в прошлых передачах люди, которые смотрят постоянно, не дадут соврать, что мы говорили, будут ЧП на производствах, были пожары, уже каждый день пожары на производствах, сегодня тоже, кстати, несколько пожаров на производствах, но менее глобальные, я про них говорить не буду. Вот сейчас обвалилась крыша, да, обвалилась часть стен. И при этом мне очень нравится, как комментирует пресс-служба Следственного комитета по Свердловской области. Знаете, что оказалось виной вот этого падения крыши? Виной оказался снег, обильный снегопад. Ну, вот я объясняю, при службе Следственного комитета, если у них у самых не хватает как бы ума это понять, то я объясняю. Никогда никакой снег, ветер, дождь, я не знаю, там, ну, только, наверное, торнадо может являться причиной разрушения здания. Естественно, причиной основной является то, что здание находится в ненормативном состоянии, то есть потолок и крыша, и, в общем-то, стены, мы это видим, они проржавели, то есть это здание, скорее всего, каких-нибудь там, я не знаю, 40-х пострвоенных годов Советского Союза, из тех пор ни разу не ремонтировавшихся. То есть виной в этом, вина в этом чрезвычайном происшествии, да, то есть в смерти вот этих людей, в общем-то, не снег в этом виноват, это очевидно, а виноваты в этом надзорные органы, которые закрывают глаза на многочисленные нарушения безопасности на производствах, и мы это видим неоднократно. Поэтому никакая, в общем-то, стена тут и снег не может быть виноват в том, в общем-то, что произошло. Да, вот вы правы, 100% Сергей подписывал за отставку Медведева, даже нигде не вспомнили, тут же забыли. Не дадут нам свои права отстаивать в путинской России. Вы абсолютно правы, вы абсолютно правы. Я вам могу привести пример в Саратове, когда, вот пример совершенно живой, из Саратова. У нас были такие прекрасные мероприятия, как публичные слушания, и это был единственный такой островок демократии, скажем так, в Саратове, и те немногие вопросы, очень мало этих вопросов в формате города мы могли выносить на публичные слушания, для того, чтобы, в общем-то, то есть, поясняю для тех, кто не в курсе. Давайте остановлюсь на этой теме подробнее, потому что это действительно важная тема. То есть, есть публичные слушания. На публичных слушаниях выносятся вопросы отклонения от регламентов тех или иных. То есть, например, если вы хотите построить какой-то развлекательный центр на территории, которая зарезервирована под больницу, да, то есть, ее форма использования этой земли предназначена для больницы, чтобы там построить дом, вам нужно вынести этот вопрос на публичные слушания. Если граждане пришли и проголосовали, что они за то, чтобы там был торговый центр, там дом, не знаю, развлекательный центр вместо больницы, то, в общем-то, вам эту форму собственности меняют. То есть, парадокс, есть запреты, но эти запреты очень легко изменить. И вот эти публичные слушания проходят, в общем-то, во многих городах России, не только в Саратове, в общем-то, и, как правило, становятся объектом для скандалов. Каким образом? Туда, естественно, пригоняют всевозможных бюджетников. Естественно, туда пригоняют учителей, врачей и так далее. Естественно, так или иначе фальсифицируются эти публичные слушания. В Саратове мы видели это неоднократно. У нас одна из основных точек напряжения – это кумысная поляна, наш лес, который находится возле города. Вот эту кумысную поляну со всех сторон поджирают. Поджирают всевозможные депутаты, всевозможные жулики, чиновники, какие-то строительные компании. То есть, вырубают лес и его застраивают. И говорят о том, что, в общем-то, на публичных слушаниях форму, значит, использование земли изменили и разрешили там застройку. Мы постоянно призываем жителей Саратова приходить на публичные слушания, отстаивать права и интересы, в общем-то, жителей Саратова, а не компании, которые получают с этого деньги. И неоднократно были нарушения, фальсификации, там до драк доходило. И, кстати, до таких достаточно серьезных драк. Ну, во время слушания нет, после слушания был один случай достаточно серьезный. И, в общем-то, не так давно мы этим вопросом занялись активно, когда сити-менеджером Саратским стал Валерий Сараев. И я сам лично с ним разговаривал, с Валерием Сараевым. Это наш хоккеист, главное, если кто не помнит. И я под видеокамеру ему задал вопрос, что вот есть публичные слушания, очень серьезные вопросы там разбираются, однако превратили в балаган, пригоняют туда бюджетников, используют массовку. то есть не работают публичные слушания, чтобы люди могли там свою волю, в общем-то, проявлять. Он обещал в этом разобраться. Он действительно разобрался, не соврал. Каким образом он разобрался, как вы думаете. Вот вам загадка. Вот я даже паузу сделаю небольшую. Вам загадка, как Валерий Сараев исправил ситуацию, чтобы не было нарушений на публичных слушаниях. Вот давайте я прям паузу возьму. Угадает кто-нибудь или нет? Отменил их, абсолютно верно. Запретил, все правильно, отменил их. Естественно, вы правы. Теперь публичные слушания в Саратове не проходят. Абсолютно верно. Таким образом, в общем-то, проблема решена. То есть, если раньше был вот этот островок, какой-то маленький оплот надежды, что можно что-то решить на публичных слушаниях, то теперь их нет. С петициями все то же самое. Как только какая-то одна петиция серьезная сработает, сразу же у людей будет вот этот принцип, да, что оказывается, у нас есть какие-то права. Оказывается, мы можем что-то решать. Давайте создавать больше петиций, больше общественного давления. Поэтому проще забить, в общем-то, болт на эти петиции и не решать никакие, даже самые мелкие, чтобы они потом не превратились в крупные. А вот пожарные в Иваново спасли 250 детей из горящей школы. Ужасная новость. Новость заключается в том, что школа там не горела, никто никого не спасал. Я так понимаю, что там, в общем-то, возгорание было достаточно маленьким. Ну, 20 квадратных метров, да, я понимаю, это немало. Но вот такие масштабы, 250 человек, дети эвакуировались сами, как нам сообщают, причем люди, которые были очевидцами. То есть, как всегда, пожарные ехали несколько, там, десятков минут. То есть, совершенно неоперативно даже в школу. Хотя мы знаем, что школы являются повышенным, в общем-то, объектом опасности. То есть, туда всегда приезжают как можно быстрее. Но даже в этот раз, опять-таки, не смогли быстро приехать. Но вот это говорит о чем? О том, что это классический крик волки-волки. То есть, сейчас там горел какой-то маленький пожар сам, там само все выгорело, приехали пожарные, никого не эвакуировали, ничего не потушили. И в итоге отчитались, какие они молодцы. Но как только произойдет серьезный пожар, как только действительно нужно будет эвакуировать людей, как только действительно нужно будет тушить, в общем-то, мы знаем, как это обычно происходит. Такие забавные люди, конечно, встречаются. Житель Петербурга подстрелил себя из арбалета. Тоже забавный гражданин. Выстрелил себе в грудь из арбалета, получил тяжелую травму. Мне, в общем-то, борются врачи за его жизнь. Причем я даже вот как-то с технической точки зрения не понимаю, как это могло произойти, как он так направил арбалет, что выстрелил себе в грудь и чуть не убился. В Кузбассе пенсионерку смертельно ранило ледяной глыбой. И вот, казалось бы, ноябрь месяц на дворе, причем не какой-нибудь 20 ноября, а всего лишь только 9-е. Пока ситуация вообще 7-го произошла, я так понимаю, в ночь 7-го на 8-е. 84-летняя пенсионерка. Ну, конечно, ужасная история. Мы опять видим, что начинаются вот эти падения глыб и сосулек. Причем в этом году, как вы видите, очень рано. То есть вот только прошел октябрь, только, в общем-то, какие-то первые заморозки. В Москве там первый снег, грубо говоря, не так давно выпал. Да уж, в Саратове так вообще еще снега серьезного нет. Это все тает, все то, что падает на землю. А людей уже где-то убивает сосульками и ледяными глыбами. То есть это в очередной раз нужно обратить на это внимание. Серега под этим флагом воевал генерал Власов против коммунистов. Мне должно быть обидно за коммунистов. Нет, я не фанат Власова и вообще всех или иных коллаборационистов. Но пусть меня там как-то, я не знаю, критикуют. Я никуда не избираюсь, так что вы можете сказать, что вы не будете за меня голосовать. Хорошо, я не обижусь. Но в том или ином виде я, в общем-то, понимаю людей, которые... Мы знаем... Это очень сложная тема, знаете, Великой Отечественной войны и вообще любых войн. В том плане, что вот сейчас, например, у нас будет глобальная война Сирии. Ну, допустим, вот представим, что туда войдут наши войска и будет глобальная война. Да, пройдет 50-60 лет. Меня спросит мой ребенок о том... В общем, там умрут люди наши, в общем-то, соотечественники, да. Пройдет 50-60 лет, и мой ребенок меня спросит, а вот что было, да, почему мы там воевали, и что мне ему ответить? Мне ему ответить, что идиот Путин там защищал Асада и бросал туда наших людей в топку в эту, да, то есть ради своих каких-то финансовых или нефинансовых выгод. Ну, наверное, я ему так не скажу. Это будет правда, но я ему это, наверное, так не скажу. Наверное, я ему скажу о подвиге и героизме российских солдат в борьбе с мировым терроризмом. Наверное, так будет правильно. Поэтому мы знаем, что и в истории Великой Отечественной войны, как и в истории любых других войн, есть неоднозначные, к сожалению, в общем-то, неоднозначные пункты, скажем так, да, неоднозначные события. Мы знаем, как много было партизан, которые вообще воевали против всех. То есть они убивали как командующих Красной Армии, так и командующих, в общем-то, со стороны фашистов, да, национал-социалистической Германии. Ладно, давайте вот так просто скажем. Со стороны Германии. Сейчас мне все скажут, что Германия была не фашистами, а Италия никогда в Советском Союзе не воевала. Окей, просто немцев. Просто убивали немцев. Не важно, как их называть. Поэтому всегда есть какие-то вот такие неприятные моменты, про которые, может быть, не всегда нужно рассказывать, но нельзя сказать, что все так однозначно. А я расскажу, какой Путин был пидор. Да я, конечно, тоже расскажу, какой Путин был пидор, но не знаю, не знаю, все непросто. Пассажирский поезд Нижненового города Воркута сбил двух подростков, пошла волна с поездами. Вот записывайте, прям кто там говорит, что мы не предсказатели, записывайте. Волна с поездами пошла вчера. Мы говорили о том, что два случая рассказывали, когда в Саратове молодой человек бросился под товарный поезд и где-то еще, где-то в Сибири, я что-то не помню вчера, кто посмотрел эфир, напомните, там тоже молодого человека сбил поезд. Вот здесь двух подростков. В Пензе девушка у нас сбил поезд. В Краснодарском крае нас сбил поезд мужчину. Это только за сегодня. Три случая за сегодня. Это только те, которые доходят до средств массовой информации. Завтра мы, к сожалению, еще услышим о таких случаях. Поэтому вот кто говорит, что мы не умеем предсказывать, ну вот запомните, завтра мы с вами выйдем в эфир. К сожалению, я бы с удовольствием вышел бы в эфир завтра и сказал, что нет никаких происшествий с поездами. Я надеюсь, что так и будет. И вы скажете, вот Сережа ничего не понимает, обманул, там неправильно все предсказал. Я скажу, да, я обманул, неправильно предсказал. И буду счастлив, что никого не сбили и что все живы, здоровы. Но какие-то у меня есть сомнения на этот счет. Да, вот жители поселка Майский попросили Путина остановить развал свинокомплекса. Я не очень понял. Путин, по-моему, у нас как раз создает самый большой в мире свинокомплекс. И всячески, в общем-то, поддерживает его, инвестирует в свинокомплекс Россия. То есть вот он прям так должен называться, свинокомплекс России. Это вот как раз то, чем занимается Путин последние 20 лет. Поэтому жители Майского, которые там к нему обращаются, Путин вас слышит. Все нормально, можете не переживать. Свинокомплекс будет расти и шириться, но ненадолго. Роспотребнадзор предложил понизить в квартирах температуру горячей воды. Тоже очень интересная новость. Но я так понимаю, что никто ее, конечно, не понизит. Есть СНИПы, которые должны, в общем-то, там очень сложная процедура. Изменения СНИПов. Поэтому мое предсказание еще одно, что не понизит. Но, тем не менее, вот то, что впервые об этом сказали, это уже определенный знак. Что, возможно, какой-то процесс более долгосрочный. Будет о реформе ЖКХ, где в том числе будут снижены СНИПы. Возможно. Но вот конкретно по горячей воде, я не думаю, слишком сложно это. Так, в 18.50 у нас уже по московскому времени. Поэтому давайте поотвечаем на вопросы коротко. И, в общем-то, попрощаемся до 21 часа. Всем, конечно, интересно поговорить про Трампа. Я сегодня обещаю, что первую часть плохих новостей мы посвятим Трампу. Как дела у Демушкина? У Демушкина до 20-го, по-моему, если я не ошибаюсь, декабря домашний арест. Не знаем, как у него дела. Жуковский будет скоро. Я, кстати, не знаю. Я вчера ему написал. Мы вроде бы как договорились. Наверное, он будет сегодня. Я пока, честно говоря, не знаю. Я тоже могу предсказать, что ДТП будет завтра в России, в Гондурасе. Поспорим. Есть вещи, которые происходят ежедневно. Может быть, какие-то аварии на железной дороге тоже происходят ежедневно. Однако, даже по этим же примерам, по ДТП с автобусами. То есть, возьмите, я не знаю, статистику, сколько было ДТП с автобусом. Вот откройте Яндекс.Новости. И посмотрите, сколько было сообщений о ДТП с автобусами 3 недели назад. И до этого, да. И посмотрите, сколько за последние 3 недели. Вы увидите, что это рост, ну, вот такой вот, да. Как это Вячеслав Слач любит говорить. Диаграмма дохода Люни Голубкова, да. Вот вы увидите такую же диаграмму. Это не смешно, не сколько, конечно. Но есть определенные волны, да. Поэтому завтра в ДТП погибнет 50 человек. И послезавтра тоже, к сожалению, да. Но есть разные вещи, которые все-таки время от времени происходят. Ну, вот вы хотите сказать, что каждый день у нас что-то взрывается. И падают потолки на предприятиях. Но, наверное, не каждый день. Да, может быть, там, может быть, каждый год, но не каждый день. Люблю ли я Новый год? Да хорошо отношусь к Новому году. Не понял вопроса. Снег выпал в России. Отсюда и ДТП вопросов нет, согласен. Поэтому обращаем ваше внимание на осторожность предельную. Больше половины не регистрируют. Это к вопросу о ДТП. К сожалению, да. Не то, что не регистрируют. До СМИ не доходит, да. Тут я вам могу точно сказать. Ладно, давайте ответим. Серега Слава говорил, что надо голосовать за парнас. Народ пошел, поверил. А в итоге ничего произойдет. Не произойдет ли такое же 5-11-17-го? Во-первых, почему не произошло ничего? Открываем с вами канал РПОДГОТОВКА, небезызвестный вам. И смотрим выпуски весной, когда мы впервые говорили о том, зачем мы идем на праймерис, зачем мы идем на выборы, так или иначе. Мы говорили о чем? О том, что, во-первых, это телевидение, на которое нас пустят. А кроме этого, нас никогда никуда не пустят на телевидение. И, во-вторых, это поездки по России, которые раньше... Ну, вот вы вспомните год назад. Вот кто нас смотрит давно? Вы могли представить, что год назад Вячеслав Мальцев поедет в турне по России, приедет в ваш город, пожмет вам руку, проведет там эфир, там, я не знаю, вы попьете с ним чаю? Но, наверное, не могли представить. Ну, если бы мне кто-то об этом сказал, я бы скептически к этому отнесся. Поэтому мы свои обещания выполнили, даже, я считаю, перевыполнили. Мы проехали, может быть, не по всей России, но по большинству крупных городов, скажем так, да, провели встречи. Кто нам разрешил бы проводить встречи, если бы не было выборов, скажите нам? Никакие митинги бы нам никогда в жизни никто не зарегистрировал. Тут мы встали на любой площади. Вы сами были этому свидетелем. Мы встали на любой площади, пришло там несколько сотен человек, где-то там тысячи человек, да, где-то несколько тысяч. И, пожалуйста, вот мы общаемся с людьми. Поэтому выборы были прекрасные, мы свои обещания все выполнили. Да, может быть, мы говорили о чем? О том, что есть шансы попасть в Государственную Думу и с этой площадки, в общем-то, продолжать работать на благо 5-го 11-го. Мы об этом говорили, я и вам сейчас об этом скажу. Шансы были, шансы очень серьезные. Однако шансы зависели от одного человека. Шансы зависели от одного человека, и это не Вячеслав Мальцев. Вы это все, ну, там, кто анализирует, все прекрасно понимают. Этот человек сделал другой выбор. Что от этого меняется? Мы что сказали? Все, 5-го 11-го не будет, потому что мы в Думу не избрались. Да нет, ничего подобного. До нашего села так и не доехал. Ну, блин. Мальцев один. В данном случае не победа, а участие. Это лозунг, как раз, возвращаясь к выборам, лозунг как раз очень важный, потому что очень серьезная была работа проделана во многих городах. До сих пор остались ячейки достаточно крупные, которые, в общем-то, образовывались во время выборов. И если бы не выборы были, было бы достаточно сложно их организовать. Мы увидели реальных людей, которые работали, которые агитировали, которые распространяли информацию, литературу. Листовки, вот вы скажите, листовки мы, которые распространяли, мы распространяли их какие? Мы распространяли их парнасовские? Нет, парнасовские листовки практически никто не распространял. Мы распространяли свои листовки, на которых была артподготовка, на которых был Вячеслав Мальцев. то есть мы занимались очень серьезной рекламой поэтому если кто-то думает что я там как-то вот думаю иначе на самом деле говорю вот так я очень как бы очень доволен итогами выборов может быть да может быть где-то мы могли что-то еще лучше но мы всегда есть куда стремиться но достаточно хорошо как относится к нашему но как можно относиться к российскому автопрома людей граффити на мэрию запилю 05 1117 оценишь конечно ценю присылайте на фотографию но будьте осторожны я вас к этому не призывал вот пишет что мальцева пиарили они пар нас все правильно когда приедете туда-то или туда-то все спрашивают про какой-то город пока не планируем куда-то ехать ищем самолет мы об этом говорили никто от этой идеи не отказался но это не вопрос сегодняшнего скажем так дня и даже не завтрашнего это достаточно долгосрочный проект который мы будем о нем говорить когда будет что сказать в общем-то спрашивают почему там банят там или иначе пабликах мы никого не баним я никого не баню на канале баним очень редко ссылки на сайт есть в предыдущих выпусках плохих новостей в описаниях во вчерашнем выпуске например не надо самолет опасно вот мне всегда так это поражает представьте вот я вам задам вопрос сколько нужно приложить усилий чтобы так или иначе например сбить самолет там тот же ан-2 но наверное немного усилий да то есть нужен пазрк и или нужно там как-то пробраться в этот самолет и отключить систему управления может ли это сделать простой смертный вот гражданский вот я вам скажу сбейте самолет но вы наверное не собьете наверное вас в не знаю там во дворе пазрк под снегом не лежит и в общем то если самолет нормально охраняется вы в него влезть не сможете не сможете отключить систему управления еще и незаметно то есть нужно обладать определенными умениями вы намекаете на то что есть люди спецслужбы в частности которые этими умениями обладают и общем-то оружием обладать до вопросов нет а насколько безопасно перемещаться на машине до машину сбить и инсценировка дтп я не знаю любой дурак это может сделать во первых инсценировка дтп а во вторых какое количество людей бьется в автомобильных авариях какое количество людей разбивается на самолетах посмотреть статистически поэтому самолет нам много безопаснее да у людей есть какое-то предвзятое мнение такое но страхи в первую очередь да с тем что самолет это намного опаснее чем машина потому что на машине вы едете каждый день до смотрите вы каждый день не летаете поэтому смотрят намного безопаснее самолет это понты зачем елена акимова но елена но подумайте головой но не хочу вас обидеть но как как зачем самолет но вот вы скажите у нас есть соратники во владивостоке я вам вопрос задаю наверное есть вы нам предлагаете как-то добираться на автомобиле или на поезде но наверное нет наверное это невозможно а у нас есть соратники где-нибудь я не знаю там в нефтьюганске но наверное есть туда как вы предлагаете из москвы ехать на машине самолет это в первую очередь мобильность мы можем взлететь откуда угодно с любого поля и сесть на любое поле в любой точке россии с поезда нас могут снять очень просто могут снять вообще за любую глупость про самолет я вообще молчу что такое самолет вы приходите в аэропорт отдаетесь туда свои вещи садить самолет спокойно прилетаете в другой город выходите из самолета вас заламывают ручки везут в отделение полиции достают вашу сумку в этой сумке там 30 тонн героина или где там не знаю голова путина или чего-нибудь еще и у вас в общем то без проблем отправляют отдыхать на пляже индигирки и колымы но мы так не хотим на пассажирском самолете вот я вам объяснил только что почему на пассажирском самолете не мы не летаем тем более вы представьте с точки зрения информации информации вот поговорим про самолет с точки зрения картинок да то есть мы будем каждый день выпускать те или иные видео как мы летаем там по всей россии встречаемся с людьми садимся где-нибудь в сибири там в самые в самых переперди щивых и и будем там общаться с людьми тоже здорово это же круто никакая машина никогда в жизни нам таких возможностей не даст мальцева два самоката зачем самолет круто почему не вертолет как раз самолет почти нигде не садится вертолет менее вместителен это во первых самолет особенно 2 садится где угодно начиная от рек если там нормальный слой льда и заканчивая полем заснеженным да где угодно поэтому вертолет менее вместительным я если у кого-то есть вертолет мы не откажемся сергей передай пожалуйста привет жителям революционерам нашего села шаляева иркутская область баба маня баба таня баба дуня дед осип и я лидер подпольного кружка круто передаю привет истребитель ваш я это было оригинально я вначале даже поверил истребитель ваш я да вот видите когда троллит хотя бы с изюминкой хотя бы с каким-то подковыром это это забавно блин столько знатоков в самолетах собралось я просто поражаюсь даже не буду с вами спорить почему нет и не мальцев никогда не отвечают на письма я просто поражаюсь вот как вы думаете я сейчас задам вам вопрос продолжу отвечать на вопрос а потом к нему вернусь вот как вы думаете сколько в предвыборный период когда была предвыборная программа сколько в сутки на какое количество писем я отвечал это вам вопрос вот сутки я при условии того что я вел программ плохие новости при условии того что мы мотались из разных городов разные города в среднем сколько за день я отвечал на какое количество писем напишите а я вам отвечу потом правильный ответ отвечу ответ су-27 с полным боекомплектом вам нужен прокомментируйте запрет ввоза соли путиным все очень просто соль превратилась так или иначе в монополию монополию мы знаем товарищи чайки поэтому а почему просто не купить самолет ну классно как вы думаете сколько он будет стоить в германии 2 миллиона русских ну хотя привет передайте большой привет германии большой привет и двум миллионам русских и всем тем кто смотрит нас из германии мы знаем там есть наши очень серьезные соратники даже там человек я помню развернул плакат наш дар подготовки и прислал нам фотографии из какой-то площади в германии очень здорово привет германии отдельный киев с нами киеву большой привет в киеве пускали салюты в германии пускали салюты спрашивают про салюты скоро сделаем совсем скоро сделаем видео итоговое видео скажем так по салютам куда войдут большинство салютов смонтируем да ну порядка 800 это ответ на то сколько писем порядка 800 писем в день я отвечал то есть это электронная почта это вконтакте который тогда был максимально активен да но twitter нет twitter я не трогал честно скажу две почты на тот момент 33 почты и в общем-то контакт сейчас конечно не по 800 потому что выборов к счастью нет новых или к сожалению не знаю сейчас меньше но тем не менее отвечаю постоянные у себя вконтакте хотя хочу как-то обособиться от этого не хочу чтобы личная страница вконтакте превращался в рабочую но так или иначе вынуждают скажем так не плюс вот моя почта арт зрения на которой вы присылаете новости и вопросы я на нее постоянно отвечаю мониторит читаю к счастью пока я там не заваливают тысячами но тоже я думаю дойдем и до этого и вот в общем-то остальные почты поэтому отвечаем просит чем-то сыграть и не играю на пионер пардон такие все смешные и не все пардон ладно некоторые категории людей но мы об этом поговорим еще я к трампу да это относится не знаю такого слова если не знал такого слова значит не верю спрашивают меня забанили в паблике там же какой-то вопрос что мальцев не против воевать где справедливость что происходит смотря как вопрос поставить технар или гуманитарист не знаю у меня нет однозначного ответа давайте последний вопрос и на сегодня заканчиваем 1906 уже но сегодня ответьте про самолет и поговорили хорошо on 2 всего лишь 4 миллиона рублей во первых я не знаю где вы нашли на 24 миллиона я думаю я вообще не сяду никогда в жизни ван 2 за 4 миллиона рублей тут тут я к 18 двухместный там сколько трехместный продают за за те же деньги не это вычет путаете но это во первых а во вторых 4 миллиона где мы их возьмем оба мы нет все видите теперь трамп с трампом еще не не налажено на связи не я очень скептически отношусь давайте последний час на русском марше не дали развернуть плакат с подготовкой ты в курсе в курсе этот плакат у нас вот раньше лежал прям на этом месте где я сижу но в том числе да то был расстелен сейчас мы его убрали да действительно но там была какая-то формальная причина что его не не внесли какой-то список там разрешенных баннеров которые согласовали и поэтому его нельзя но ничего страшного так я о чем хотел сказать и забыл но так бывает давай димуру с мальцевым еще раз мне так нравится то есть вообще когда пишут там давайте вот те или иные дебаты я вам говорю давайте вот напишите димури вот ты шакро си сигун напиши димури скажи что вот там с не хотели бы подебатировать мальцевым он тебе пишет там да ура вперед хочу давайте с димуру я думаю мы не против будем подебатировать и пожалуйста ты напишешь мне скажешь что вот димуру уже согласился вот его контакты ему можно написать сюда я ему напишу скажу здрасте вот наши зрители просят вот как жуковский у получился вот здесь есть постоянные наш зритель зовут его станислав да станислав привет вот он написал жуковскому сказал вот есть такое вячеслав мальцев не хотите вы с ним провести дебат и он говорит да хорошо станиславwork сбросил переписку я написал жуковскому сказал вот здрасьте наши зрители просят как относитесь да хорошо давайте какие темы экономика все отлично там день время все договорились вперед вот вот так проходит дебаты они тем что мы там кому-то должны рваться там кому то звонить писатель нет спасибо спасибо сереже спасибо вам димур к нам больше не придет блин все как жаль как-нибудь проживем наверно без димура очень большое спасибо за то что вы нас смотрите сегодня 9 ноября 2016 года до новой исторической эпохи осталось 362 дня 361 пардон 361 день до нашего следующего эфира периферийного зрения сутки чуть меньше до эфира вячеслава мальцев плохие новости в 21 00 осталось сколько всего пара часов поэтому всех вас жду в 21 00 на том же месте всем спасибо спасибо Продолжение следует...